Здравствуйте, меня зовут Анна Панихина. И наша история началась в 2017 году, когда мы с мужем и с двумя маленькими детьми приехали в пятницу погулять по Переславлю-Залезскому как туристы. И так влюбились в это место, в эти виды роскошные, в эту землю, что мы просто не уехали. Мы в воскресенье сняли дом, в понедельник уехали за вещами. Вот муж уехал за вещами, а с понедельника мы начали жить. Видно, что продуманное иррациональное отношение. Это было очень интуитивно. Конечно, примерно решение было такое. Сердцем, не головой, потому что двое маленьких детей в деревне. Мы, в общем, на последние деньги буквально мы сняли дом. Дом большой. Вот в таком доме мы жили, на 17 этаже. У нас было там... Где? Вот слева нет. Это как раз из того, откуда мы переехали. У нас была консьержка, у нас был огороженный двор, шикарный район в городе Красногорске, Подмосковье. Вот. И мы сняли домик, вот, и переехали. Дальше вот справа картинка. У меня муж занимается столяркой, и он занимался деревянным домостроением. Но случайно так получилось, что мы начали искать работу ему для того, чтобы он там дома строил. Но женщина, соседка, говорит, вот там бревна валяются во дворе, сделай мне из них четыре кровати. Он говорит, хорошо, без проблем. Она дает нам помещение в недостроенном доме, и он делает, вместо постройки домов, начал делать кровати. Потом этот дом, в котором мы начали работать, как в мастерской, она продала. И мы вот на, опять там, на какие-то куски последних денег купили вот такую вот бытовочку. За буквально там 17 тысяч он ее оборудовал. И весной уже вот мы встретили нашу новую мастерскую в лесу, в деревне, недалеко от озера Плещеева. Он начал делать мебель. Потом я ему помогала, готовила еду, вот прям буквально в трех шагах от нашей вот этой вот первой мастерской. И осенью стало холодно, и мы поехали в Переславль-Залезске, там буквально 12 километров, сняли сначала 100 квадратных метров, и переехали. Вот у нас организовалась такая уже мастерская, мы уже начали, нам стали помогать помощники. Спрос на кровати был. Спрос на кровати был. Да, спрос не только на кровати. То есть мы начали делать классные, офигенные проекты. Вот сейчас мы отправляем нашу мебель уже по всей России. И мы по-прежнему делаем мебель единичную. Она вся из массива, из дерева, но очень ценится. И, в общем, по всей кровати есть. По всей стране есть наша кровать из Переславля-Залезского. Я уже две кровати купил. И каждый раз даже по блату все равно надо стоять в очереди. Несколько месяцев ждать, чтобы кровать свою получит. Так много по всей России желающих. Он осваивает Россию, у него много домов. Во всяких странных местах, туда вожу кровать все, Таня. Но самое интересное случилось в 2019 году, когда Борис написал сообщение с мыслью о том, а давай-ка, давай попробуем собрать людей, которые живут рядом. Он заговорил о том, что как же мы все живем и не знаем друг друга. Кто-то там хороший электрик, а кто-то делает классную посуду, кто-то делает мебель. Но мы не знаем. То есть мы живем за этими высокими заборами и абсолютно не знаем друг друга. И у Бориса родилась прекрасная идея организовать совместный праздник. Как раз это был 2019 год. И каким-то чудом мы собрали вот эту огромную толпу прекрасных людей, деятельных. И мы считаем, что этот день был как раз днем основания нашего большого сообщества, которое уже сейчас насчитывает порядка, у нас, наверное, около тысячи человек. Если с семьями считать, то тысяча, так-то единично чуть больше двухсот. Но если с семьями считать, то порядка тысячи человек не только в Переславле, но и по всей Ярославской области. Мы, вот у нас ежегодно есть фестиваль в августе, 10 августа в этом году будет в Переславле-Залесском. Приглашаем, приезжайте. Фестиваль, на котором мы все выставляем свою продукцию, свои изделия. Кто-то там в этом году планирует сделать такое большое ВДНХ Переславского края, где будем рассказывать о том, что помимо тех изделий, которые делают участники нашего сообщества, еще что-то большое. Кто-то делает купола для церквей, например, кто-то лодки мастерит. В общем, очень интересные деятельные люди. Вот, например, но это не только русские люди. Вот, например, француз, который, это Фредерик, он переехал. Да, но и из других стран. Огромное количество европейцев живут, в том числе и в нашем сообществе. Это вот, например, француз, он делает самые лучшие десерты. И если в Переславле-Залесском вы побываете, есть такой Фредерик Андрио. Его вагончик с десертами, которые он производит, он находится не в центре, он находится в промышленной зоне, но там выстраиваются очереди. То есть каждый день, то есть даже в будние дни там очереди, и утром часов в 11-12 придешь, уже можно не застать тех прекрасных. Эта история символически символизирует парадокс как раз того, что мы представляем из себя, является действительностью, что на самом деле действительно. Человек живет во Франции, а потом переезжает в маленький город в Россию, в Переславль, и с Переславлем перемещается на самую окраину, где продаются комбикорма для свиней и кур, какую-то промзону. Вот там ставят вагончик, один потом второй, один цех, второй кафешка. И туда приходишь, туда ехать надо, даже пешком долго идти, хотя город-то маленький, в общем, место вообще некрасивое совершенно, это не исторический центр, там старый, там вот стоит очередь из людей за круассанами, там какими-то таким сладостями, которые сам француз там печет, со своей семьей продает. То есть вот где Франция, да, и где вот этот вагончик в промзоне Переславля, но оказывается, что человек выбирает именно это, это получается. Да, у нас живут американцы, швейцарец, бельгийцы, и все они говорят о свободе, то есть они все, все как один, вот во всех интервью, которые есть, очень много на ютюбе можно найти, они все говорят о том, какая свобода здесь для них и для их дела и жизни. Вот, пожалуйста, это тоже Анна Рыбникова, переехала тоже из центра Москвы, и у них в глухой деревне Мясищево, они сделали свою ферму, у них там куча коров, свинюшек, и они делают один из лучших сыров в Переславле-Залесском и тоже достаточно успешно ведут свой бизнес и продают. Кстати, это очень знаменитого композитора советского Рыбникова, который вот писал для киномузыку. Ено наявось вот написал, да-да-да, пишет, пишет, да, да, пишет. Вот у нас, да, вот у нас ребята, тоже семья, тоже переехали, они купили избу в селе и тоже ее восстанавливают и сделали бренд Переславля, Переславский пряник, открыли сейчас свою чайную в центре города, и вот мы эти пряники лично всем нашим заказчикам, вот у нас кто мебель покупает, мы всегда передаем, все очень счастливы получить пряник из Переславля-Залесского. Вот огромное количество продукции, которую мы делаем, которую делают участники нашего сообщества, но мы не делаем только продукцию, мы также, есть такой фестиваль замечательный, Tom Surf Fest, он проходит по всей России, и в том числе и мы взяли шефство над ним в Переславле-Залесском. Я являюсь организатором этого фестиваля в Переславле, и за три сезона вот мы также нашим сообществом объединились, первый дом, вот как раз вы видите на фото нашу первую избу, которая расположена в центре города, которую мы взяли и тоже так вот покрасили и привели в порядок. Это была первая изба, на данный момент мы покрасили за три сезона шесть домов на центральной улице города волонтерами, на средства партнеров, спонсоров в те деньги, которые мы собираем самостоятельно. Вот сейчас уже шесть домов, в этом году будет седьмой. Помимо всего прочего, то есть мы дома, фестивали и различные мероприятия, а также открыли свою школу, тоже у нас семейное образование. В общем, постоянно жизнь кипит, стоимость и движимость в Переславле растет, вот, геометрическая прогрессия, вот, но мы продолжаем двигаться, дальше, в общем, творить все вместе, сплоченно, в Переславле-Залесском и во всей Переславском крае. Спасибо. Борис в соседней деревне. По-моему, Андрей застрял в Княжево. Борис открыл ресторан в своей деревне, у него ресторан, и мы туда пришли первый раз. Да, а вообще первый раз мы уже потом поняли, что Андрей как-то ездил на, тоже что-то там монтировал в деревне Княжево и застрял зимой. Ездил в соседнюю, кто-то там ремонтировал, застрял, я его вытаскивал. Борис его вытаскивал, да. Вполне, так сказать, такое нужное знакомство. Да, да, да. Еще вопрос можно? Да, конечно. Я, конечно, пожалуйста, вот, иностранные господа, которые подбили через свободу, да? Как у нас с классом все хорошо в России. А, например, такие вещи связанные, как замерливание через боль, получение разрешения на продукцию, введение какого рода деятельности, без того, чтобы не было выведено, включить лицензию на вытечки пиаликов и прочее, держать жирность, но забивать ее нельзя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...